Станьте активным участником призыва на канале Аль-Гуда, став нашим постоянным спонсором. Для этого нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. В зависимости от уровня вы получите дополнительные привилегии, в том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Примите прямое участие в исламском призыве. Станьте участником канала Аль-Гуда. Дорогие братья и сестры, как обещали, приехали к шейху Халид Аль-Фулейджида, хранит его Аллах и передаем слово шейху. Не могли бы вы, шейх, вначале сделать небольшое обращение к братьям и сестрам? Нет сомнения, что милости Аллаха, субханаху ата'аля, оказанные нам, многочисленны. И что его милости, субханаху ата'аля, не поддаются счету, как сказал Всевышний Аллах, все блага, которые вы имеете от Аллаха. Аллах, субханаху ата'аля, наделил нас своими явными и скрытыми милостями. Милости Аллаха различаются, но самая великая милость, которая оказана рабу в это время, это милость ислама. Не существует милости, которая бы равнялась этой милости. Когда ты один из тех, кто произносит «нет божества, кроме Аллаха» и один из последователей пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва салям. Поэтому упоминается, что бичар аль-Хафи, да помилует его Всевышний Аллах, остановился на пороге своей двери и простоял так долгое время. Его увидела его сестра и сказала ему громким голосом, от которого он пришел в себя. «Бичар, что случилось с тобой? Почему ты так долго стоишь у этой двери? На что он, да помилует его Всевышний Аллах, сказал «Я вспомнил человека, христианина, которого звать бичар, а также бичара иудея и бичара маджуса, также вспомнил бичара мусульманина. Так кто же тот, кто выделил меня из них всех этим исламом? Раб не может познать истинную суть этой милости, пока не встретит Аллаха, субханаху ва тааля». Поэтому в сутный день неверующие непременно пожелают оказаться мусульманами. Те мусульмане, которые войдут в огонь, они затем выйдут из него, а те, кто был правдивым из числа обладателей веры, они спасутся от наказания Аллаха, субханаху ва тааля. В сутный день глашатый призовет «Тот, кто поклонялся не Аллаху, пусть последует за тем, кому он поклонялся». И каждая община последует за своим объектом поклонения. Тот, кто поклонялся тагуту, последует за тагутом. Кто поклонялся изваянием, последует за изваяниями. Кто поклонялся идолам, последует за идолами. Кто поклонялся уалиям и праведникам, для них будут изображены эти аулия и праведники, и они последуют за этими изображениями. Более того, тот, кто поклонялся Иисе, им будет изображен Ииса, и будет сказано «Это Ииса», и они последуют за этим изображением. А затем все они будут брошены в огонь ада. В некоторых преданиях приводится, что спины этих людей будут сломаны пополам, а затем они будут брошены в огонь ада. Когда наступит Судный день, человек узнает суть этой милости, милости Ислама. Оказавшись среди приверженцев слов, нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад, посланник Аллаха. Мусульманин живет в мирской жизни, в счастье, спокойствии и умиротворенности. А когда умрет, то если он осуществлял Единобожие, он окажется в безопасности от наказания последней жизни. Более того, он окажется в безопасности от наказания, которое будет прежде этого. А это наказание в могиле. Как сказал Всевышний Аллах, те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем. В Судный день ты окажешься в безопасности настолько, насколько ты практически осуществлял свою веру. А что касается кяфиров-многобожников, то они несчастны в мирской жизни, а в последней жизни будут подвергнуты позору. Как сказал Всевышний Аллах, воистину, кто приобщает к Аллаху со товарищей, тому он запретил рай. Также Всевышний Аллах сказал, воистину, гиенна является засадой и местом возвращения для тех, кто приступает к границе дозволенного. Они пробудут там долгие годы, а также, а тем, которые не уверовали, уготован огонь гиенны. С ними не покончат так, чтобы они могли умереть, и их мучения не облегчатся. Так мы воздаем каждому неверующему. Просим у Аллаха прощения и спасения. Поэтому мусульманин обязан постоянно ощущать эту милость. Милость того, что он один из мусульман. Также другая милость, которую он должен осознавать, это следование руководству пророка, саляллаху алейхи ва салям, и исповедание религии Аллаха, субханаху ва тааля. Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем. Как сказал пророк, саляллаху алейхи ва салям, когда ему сказали, о посланник Аллаха, прикажи мне что-то, как исполнение ислама. На что он ответил, скажи, я уверовал в Аллаха, а затем держись этого. Поэтому обязательно для мусульманина после того, как он уверовал, чтобы он крепко придерживался религии Аллаха, и чтобы он не выходил из подчинения Всевышнему Аллаху. Тот, кто будет выполнять это, он достигнет вечного счастья в мирской и в последней жизнях. Так пусть же наслаждаются счастьем обоих миров, мирской жизни и последней, обладателей ислама, ахлю сунна, те, кто держится за руководство пророка, саляллаху алейхи ва салям, а также те, кто подчинился Аллаху и его посланнику, алейхи саляту ассалям. Пусть все они наслаждаются этим счастьем. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он укрепил нас и вас в подчинении ему, и чтобы мы крепко держались религии Аллаха, субханаху ва тааля, и чтобы мы не свернули и не изменились, и чтобы он умертвил нас в этой великой религии. Да воздаст вам Аллах благом, шейх. Также шейх, как вы знаете, в данный момент в наших странах празднует праздник Нового года. Примерно 10 минут назад у них наступил Новый год. Какое вы можете сделать наставление тем, кто празднует этот праздник? Так, прежде всего мы просим у Аллаха благополучия и безопасности. Как может мусульманин соучаствовать с христианами и с другими кафирами в их праздниках, в их заблуждении, распутстве и грехе? Ведь в эти часы происходит распитие спиртного, ослушание Аллаха, субханаху ва тааля, совершение порицаемых вещей и противоречия приказу Аллаха и его посланника, алейхи салату ассалам. Так как же может мусульманин или вообще разумный человек соучаствовать с этими кафирами в этом их празднике? Абдулла ибн Умар да будет доволен им Аллах сказал, тот, кто проживает в странах кафиров и участвует в их праздниках, таких как Наурузы и Махраджан, такой и будет воскрешен в сутный день вместе с ними. Умар ибн Хаттаб да будет доволен им Всевышний Аллах сказал, не принимайте участие в их праздниках, потому что на них не сходит гнев Аллаха. Также Всевышний Аллах сказал, они не присутствуют при лживых разговорах. Праведные предшественники растолковали слова «лживые разговоры» как праздники кафиров и многобожников. Поэтому обязательно для мусульманина, чтобы он отдалялся от этих праздников и сторонился их, чтобы он не принимал в них участие и восхвалял Аллаха за милость Ислама. Первый вопрос, который сейчас задали, значит человек делает грех, потом делает таубу и потом обратно возвращается к этому греху. И в этой ситуации первый вопрос, значит за то, что он первый раз таубу сделал, когда второй раз он грех делает, ему обратно грех записывается за тот грех, который он покаялся, или записывается грех только за второй раз то, что он сделал. Во-первых, мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы он наставил ослушников, потомков Адама из числа мусульман и чтобы он наставил заблудших мусульман и сделал веру любимой для них и приукрасил ее для их сердец. Во-вторых, если мусульманин ослушался Аллаха, то он обязан покаяться перед ним за это. Всевышний Аллах сказал, «О верующие, обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, быть может вы преуспеете». Обладатели знания единогласны в том, что покаяние является обязательным для каждого ослушника. Тот, кто совершил грех, должен обязательно покаяться. Если он раскается перед Аллахом, будучи правдивым в своем покаянии и выполнив все условия покаяния, а это сожаление о произошедшем и решимость не возвращаться к этому, а затем вернется к этому греху снова, то Всевышний Аллах прощает тот грех, который был прежде. Поэтому, если он совершит этот грех снова, он запишется ему во второй раз. А если он покается от него, то Аллах простит ему это. В Сахихах Аль-Бухари и Муслима, со слов Абу-Гурейры, да будет доволен им Аллах, пришло, что Всевышний Аллах говорит о рабе, который совершил грех и сказал, «О Господи, воистину я совершил грех, прости же меня», на что Всевышний Аллах отвечает, «Мой раб узнал, что у него есть Господь, прощающий грехи, я простил ему». Затем этот раб вернулся к этому греху снова и сказал, «Господи, воистину я совершил грех, прости же меня», на что Всевышний Аллах ответил ему, «Мой раб узнал, что у него есть Господь, прощающий грехи, я простил ему». Затем он вернулся к своему греху опять и сказал, «Господи, воистину я совершил грех, прости же меня». На что Всевышний Аллах сказал, «Мой раб узнал, что у него есть Господь, прощающий грехи, и я простил его. Так пусть делает, что пожелает». Поэтому каждый раз, когда раб совершает грех, он обязан раскаяться в нем. Он должен знать, что если он покается, Аллах примет его покаяние. А если он вернется к совершению этого греха, то этот грех возвращается к нему. А если он снова покается, то Аллах примет его покаяние. Поэтому раб погибнет только тогда, когда он будет упрямиться в совершении этого греха. А если же он каждый раз после совершения греха будет каяться и просить прощения, то он преуспевший. Всевышний Аллах описал богобоязненных тем, что они, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили. Поэтому погибель – это упорство в грехе. Иблис проявил упорство и погиб. А что касается Адама, то он раскаялся и попросил прощения. И Аллах, субханахуа тааля, принял его покаяние. Поэтому каждый, кто ослушался и раскаялся, он в этом походит на Адама. А каждый, кто ослушался и проявил упорство в этом, в этом он походит на Иблиса. Мы скажем этому человеку, что прежде всего мы просим у Аллаха для тебя стойкости и прямого руководства. Также мы просим у Аллаха, чтобы он сделал ненавистным для тебя куфр, грехи и ослушание. И чтобы он наделил тебя правдивым покаянием, которое избавит тебя от всех грехов и ошибок, совершенных тобой. Но вместе с этим мы скажем, если ты вернешься к совершению греха, то вернись также и к покаянию. И пусть шайтан не одолеет тебя ослушаниями, но ты одолей его покаянием перед Аллахом, субханахуа тааля, и возвращением к нему. Не умирай иначе, как будучи раскаявшимся. Не упорствуй, не упрямствуй в совершении греха. Каждый раз, как ты совершишь грех, пусть за этим последуют просьбы о прощении, покаянии и возвращении к Аллаху, субханахуа тааля. Да благословит вас Аллах, шейх. Как я уже упоминал, шейх, он ослушивается, ослушивается, а затем раскаивается, а затем он снова совершает ослушание. Предположим, что он не покаялся и умер. Будет ли записано им? Ему будет записано только последнее прегрешение. Если он совершил грех, а потом искренне покаялся, а затем снова его совершил, то он не будет спрошен за то, что он сделал ранее, потому что он покаялся за это. Шейх, одна сестра спрашивает, Имеет ли жена право на то, чтобы отказывать мужу в близости, если он принимает наркотики или был пьяный? Имеет ли она право отказать ему? Если это делается для того, чтобы проучить его и чтобы он оставил этот грех и ослушание, то ей дозволено покинуть его. Если она оставляет его только для того, чтобы он покаялся перед Всевышним Аллахом и перестал употреблять эти наркотики и опьяняющие вещи, то это дозволяется ей в качестве урока для него. А что касается ситуации, когда мужчина выполняет ее права, но ослушался Всевышнего Аллаха совершением этого греха, а затем покаялся перед Аллахом, то она должна подчиниться ему и не отказывать ему в близости. А если мужчина употребляет спиртное и наркотики, и его жена хочет покинуть его, чтобы проучить его, и сделать ему таким образом наставление, в таком случае в этом нет проблем. Нет, она спрашивает про ситуацию, когда он находится в опьянении. То есть он принял наркотики, а затем пришел к ней. Если он вступит с ней в близость, то в этом нет проблем. Однако, если она боится для себя какого-то вреда с его стороны, то ей дозволено отказать. То есть дозволено отказать из-за опасения какого-то вреда, а также для того, чтобы проучить его за то, что он совершает грех. Человек говорит, у меня наущение ширка и куфра. И это тоже очень распространенный вопрос, как мы видим, чуть ли не каждый третий вопрос. Я сделал такой-то, такой-то поступок. Стал ли я кафиром, стал ли я мушриком, то есть как у ас-вас у них, у людей. Наставления подобным людям, во-первых, они не должны обращать внимания на этого шайтана. Это относится к наущениям шайтана, которыми он хочет сбить раба. Как сказал пророк, саляллаху алейхи ва салям, хвала Аллаху, который сделал его козни наущениями. Также он, алейхи салату ассалям, сказал, это настоящая вера, если человек возненавидел эти наущения. Если человек возненавидел многобожие и неверие, а также эти наущения, то это указывает на чистоту и правдивость его веры. Поэтому, если у мусульманина появятся подобные наущения, то, во-первых, он обязан обратиться с мольбой к Аллаху, прибегая к нему от проклятого шайтана и от его наущений. Во-вторых, он должен произнести «Я уверовал в Аллаха». Также, если он прочитает суру «Скажи, он Аллах единый», то это будет хорошо, как отстранение шайтана. В-третьих, он никогда не должен обращать внимания на эти наущения, стремиться к подчинению Аллаху и к получению шариатского знания. Потому что самое великое из того, что прогоняет шайтана после мольбы и обращения за помощью к Аллаху, это шариатское знание и требование его. Если человек требует шариатское знание и познает религию Аллаха, он сможет одолеть шайтана и узнать, какие у него козни, методы и способы. Также, шейх, у некоторых братьев чрезмерная мнительность в этом вопросе. Каждый раз, когда к нему приходит увдомление со штрафом или квитанция, и он думает, что если он поставит подпись, то совершит ширк, он просто спрашивает, совершаю ли я этим действием ширк и становлюсь ли кяфиром. Нет, это относится к козням и наущениям шайтана. Основа заключается в том, что мусульманин остается в исламе, и что он выходит из ислама только при наличии однозначного и ясного куфра. А что касается этих наущений и этих вещей, то он ни в коем случае не должен обращать на них внимания. Если ты спокоен в своем исламе и вере, то пусть этот шайтан не обманет и не обольстит тебя. Нет сомнения в том, что требование шариатского знания – это одно из самых лучших дел, посредством которого раб приближается к своему Господу, Субханахуталь. Превосходство знающего над поклоняющимся, подобно превосходству луны над остальными звездами. Ученые – наследники пророков, а пророки не оставляли после себя ни динаров, ни дирхемов. Они после себя оставляли только знания. Поэтому тот, кто получил его, получил великий удел. Нет сомнения в том, что тот, кто стремится к приобретению шариатского знания и его изучению, то за это Аллах облегчит ему путь в рай. Поэтому тот, кто расходует свое имущество на студентов, выделяя им что-то из него, для того, чтобы они изучали религию Аллаха, Субханаху и Тааля, то он соучаствует с ними в их награде. Этот обучающийся, который выучил хадис и изучает религию Всевышнего Аллаха, а затем он распространяет его среди людей, но его обучение происходило по причине того человека, который взял на себя ответственность за него и его расходы. Потому что тот, кто расходует свое имущество для того, чтобы освободить студента от всего, кроме учебы, относительно этого расходующего свое имущество, мы скажем, что он получает такую же награду, как тот студент. За все, что изучает этот студент при помощи этого имущества, тебе записывается награда у Аллаха, Субханаху и Тааля. О, тот, кто расходует свое имущество на студентов. Если бы ты только представил, что когда этот студент выучил Коран и Сунну, и понял положение шариата, а затем стал одним из проповедников, по причине которого приняло ислам очень много народа, и обучал людей, и разъяснял им, потратив на приобретение знания многие часы и годы своей жизни, тогда как ты только расходовал свое имущество, но этим своим расходованием имущества ты соучаствуешь с ним во всей его награде, как говорится, указавший на благое, подобен тому, кто совершает его. Тот, кто положил начало какому-нибудь хорошему обычаю, получит награду за это, а также награду тех, кто станет придерживаться этого обычая после него досудного дня, отчего их награда нисколько не уменьшится. Если по чьей-то причине Аллах наставит на верный путь какого-нибудь человека, то это будет лучше для него, чем обладание красными верблюдами. Поэтому мы скажем обладателям имущества и богатств, тем из них, у кого есть возможность расходовать свое имущество, что не существует расходов лучше и любимее для Аллаха, чем расходований на изучение шариатского знания. Потому что шариатское знание является одной из главных обязанностей, особенно в эти времена, по причине многочисленности невежд и распространенности невежества и несчастья, исходящих от нечестивцев и грешников. Поэтому обладатели имущества обязаны расходовать его на помощь студентам, чтобы каждый из них взял одного студента на свое попечение. Если ты имеешь возможность взять на попечение одного студента, то ты достиг великого блага. А если ты сможешь взять на попечение пять студентов, или шесть, или семь, или восемь, то твоя награда у Аллаха более велика. Знание – это лучшее, к чему стремляются люди. Более того, оно лучше, чем ночная молитва и дневной пост, потому что его польза переходит на других, а польза молитвы и поста остается у совершающего их. Более того, обладатели знания постановили, что чернила ученых равняются крови шахидов, что является великим достоинством обладателей знания, которое получает также тот, кто расходует свое имущество на студентов, или взял на свое попечительство кого-то из студентов. Я знаю многих бизнесменов и шейхов, которые заботятся о попечительстве над студентами, потому что они знают о великой награде, полагающейся тому, кто будет оказывать попечительство подобным людям. Поэтому это мое наставление каждому, кто имеет способности и возможность заботиться о попечительстве над студентами. Более того, это более велико, чем попечительство над сиротой, Потому что польза, оказанная сироте, касается сохранения его тела. А что касается студента, то Аллах оживляет его самого, а также по его причине оживляет очень многих людей. Поэтому мусульманин должен заботиться о том, чтобы расходовать свои имущества на учащихся, а также помогать тем, кто хочет учиться, чтобы получить за это награду, подобную той, которую получают они. Прежде всего, что касается одежды, которую надевает мусульманин, она не должна содержать в себе запретных вещей. Не дозволено мусульманину надевать на себя одежду, как, например, если он наденет на себя одежду, на которой находится крест или оскорбление религии Всевышнего Аллаха и тому подобное. Потому что одежда, подобная этой, на которой находится что-то из уподобления кяфирам, как ношение креста или того, что запрещено саму по себе, то это не дозволено. А что касается того, что называется эмблемами фирм, как эмблема фирмы Nike, которая является знаком «Правильно», то относительно этого мы скажем, что, во-первых, нужно посмотреть на основу этой одежды. Если тот, кто говорит, что эта эмблема является эмблемой божества Победы, правдив в этом, и эта эмблема не утратила своей смысловой нагрузки в это время, то есть если эти люди до сих пор имеют убеждение, что смысл этой эмблемы именно таков, то это одно дело. А если же эта эмблема имела такой смысл в старину, а сейчас этот смысл уже утратил свою актуальность, и от него не осталось следа, и нет людей, кто бы был на подобных убеждениях, и она стала просто эмблемой, которая только немного похожа на этот идол, но этого смысла уже нет в ней, и сердца людей уже не связаны с этим божеством, то хукам этого знака исчезает. И в этом случае эта одежда становится подобной всей остальной одежде, в которой нет вреда, потому что на ней нет того, что оскорбляет религию Аллаха. Также на ней нет креста или божества, существующего на сегодняшний день, которому поклоняются вместо Аллаха и которого возвеличивают его приспешники. Поэтому если все эти смыслы исчезли, и эта эмблема стала означать знак правильно, представляя себе галочку, то эта одежда продолжает оставаться дозволенной. Если же эта эмблема до сих пор возвеличивается ее приспешниками, считающими, что это их божество, которому они поклоняются наряду с Аллахом, то тут мы скажем, что мусульманину не дозволено носить такую одежду. А что касается того, кто надел ее, не считая, что это именно этот знак, то на нем нет греха. А тот, кто надел эту одежду, не возвеличивая этот знак и не считая его чем-то особенным, такому человеку не выносится такфир, и его не называют заблудшим за это. Однако мы скажем ему, что если эта одежда является одеждой мучриков, которую в основном носят только они, то мусульманину не дозволено надевать ее. Но основа в одежде это дозволенность. То есть любая одежда является дозволенной, кроме той, на запретность которой пришло доказательство. Как пришло доказательство на запретность ношения креста и запретных изображений. А также пришло доказательство на запретность надевания нечистого, наджеса, незаконно присвоенного, и одежды, которая надевается с целью привлечь внимание. то есть запретно надевать любую вещь, которая противоречит религии. Если одежда не содержит в себе всех этих причисленных вещей, то основа в ней – дозволенность. А что касается заявления о том, что это было знаком божества, которому поклонялись раньше, но которое исчезло, и у него не осталось последователей и поклоняющихся, то этот смысл, на который указывал этот знак, исчезает, также отменяется его хуком. Также вопрос, который приняли, что касается пропущенных намазов человек, значит, в 20 лет начал молиться как следует, до этого он то делал, то пропускал, что делать вот с этими пропущенными намазами? То есть он молится, но пропускает молитвы? Да, молится, но пропускает. Он пропускает много молитв или мало? В Аллахе не знаешь их? Если этот человек пропускает большое количество молитв, подобно тому, как если он не молится целый год или два или три или менее этого, то мы скажем этому человеку – искренне покайся перед Аллахом и начни все сначала. Ты должен искренне покаяться, после чего Аллах простит твои грехи и ослушания и примет твое покаяние. Потому что человек, преднамеренно оставивший совершение молитвы, не должен восполнять ее, по мнению некоторых обладателей знаний. И даже если он восполнит эти молитвы, они не примутся от него. Есть дела, совершаемые для Аллаха ночью, которые он не принимает днем, а есть также дела, совершаемые для него днем, которые он не принимает ночью. А для совершения молитвы Аллах установил определенное время. Поэтому тот, кто преднамеренно оставил совершение большого количества молитв, такому человеку мы скажем, чтобы он покаялся перед Аллахом, был искренним в своем покаянии и начал совершать свои дела поновой, и ему не нужно восполнять пропущенные молитвы. Если же после этого он будет много совершать дополнительных молитв, то это хорошо. А если он пропускал малое количество молитв? И если он пропускал молитвы одного дня или одной ночи или двух или трёх дней, то он должен восстановить их, по мнению большинства ученых. То есть он должен восстановить их до тех пор пока пока у него не будет предположения, да, если он может восполнить пропущенные молитвы, то для более полноценного покаяния он восполняет их. Если же он пропустил большое количество молитв, допустим, он не молился на протяжении года или нескольких лет, то мы скажем ему, чтобы он покаялся перед Аллахом и начал свои дела по новой, и Аллах простит его. Говорит брат, что в их городе не слышно азан, то есть он дается, но в мечети его не слышно, то есть окружающим. И он говорит, что случился спор с братьями, и они говорят, что такой город проклятый. Что касается его слов, что азан не слышен и оно проклято, то у этого нет никакой основы и нет никакого доказательства. Однако жителям селения или города не дозволено оставлять чтение азана, напротив, все жители селения или города обязаны проявлять и возвеличивать признаки ислама, а азан является одним из очевидных признаков ислама. Если жители какого-либо селения преднамеренно оставят оглашение азана, то обладателям авторитета и власти из числа мусульман разрешается принудить их к этому. А если те откажутся, то им дозволено сражаться с ними до тех пор, пока они не станут выполнять этот признак ислама. И это по единогласному мнению обладателей знаний. Азан относится к коллективным обязанностям, поэтому является обязательным для всех жителей селения, чтобы они провозглашали его. Это означает, что призывающий должен подняться на высокое место, например, он может подняться на крышу мечети или высокого дома, и оттуда огласить азан, потому что он один из признаков ислама. Но это все, если у людей есть возможность провозглашать его. А если у них нет такой возможности, и они находятся в месте, где они не могут провозглашать азан, то в этом случае с них снимается обязанность провозглашения азана, по причине отсутствия у них возможности на это. В таком случае они считаются слабыми мусульманами, которые не могут проявлять признаки ислама. Вопрос у меня такой. Дело в том, что я военнослужащий, то есть офицер российской армии. Я три рапорта уже на увольнение писал, меня должны будут уволить только в августе, потом все организации должны уволиться. У меня вопрос такой. Я хочу сейчас за это время начать заниматься бизнесом. Все деньги, которые у меня есть, это именно зарплата от вот этой организации, скажем так. Не будет ли этот заработок, который я эти деньги ввожу в бизнес, заработок от бизнеса, будет ли для меня харамом или нет? Для начала нужно узнать, связаны ли они с правами определенного человека или нет. то есть были ли приобретены эти деньги с помощью воровства или несправедливого отъема имущества людей? Если эти деньги были получены путем кражи или несправедливого отъема имущества людей, то после того, как он покается, он должен вернуть эти деньги их хозяевам. И не дозволено ему использовать их в торговле, так как у этих денег есть хозяева. Из проявлений правдивости его покаяния – возвращение прав их обладателям. А если эти деньги, собранные им, были приобретены запретными путями, но они не являются деньгами определенных людей, например, если он продавал кафирам наркотики или другие запрещенные вещи, таким образом собрав эти деньги, мы скажем, что, во-первых, обязательно тебе покаяться за совершение этих запретных дел, также обязательно для тебя быть правдивым в своем покаянии и не возвращаться к этим делам больше. А что касается этих денег, то в своей основе они являются грязными деньгами, но никак не благими. Аллах благой и не принимает ничего, кроме благого. Однако, если ты относишься к беднякам и нуждающимся, и хочешь создать торговое дело на эти деньги, то ты можешь сделать это. Ты можешь расходовать эти деньги на себя. Однако, когда ты уже не будешь нуждаться и сможешь содержать себя, то ты должен определить количество этих плохих денег и избавиться от них, совершив при этом покаяние. То есть, ты должен потратить эти деньги на бедняков и нуждающихся или на другие нужды мусульман для того, чтобы избавиться от них. Эти деньги харамные. Поэтому Аллах не примет их от тебя, если ты раздашь их как милостыню. То есть, ты должен просто избавиться от них, а не раздать их как садака. Однако, допустимо, чтобы ты использовал эти деньги в работе для самого себя или вел ими торговлю для самого себя до тех пор, пока ты не будешь уже в них нуждаться и сможешь содержать самого себя. После чего ты должен избавиться от этих денег, источник происхождения которых запретный. Следующий вопрос. Говорит спрашивающий в интернете, в инстаграме, в ютубе, в разных соцсетях есть группы, которые опровергают различные секты нововведенческие. И порой они используют в этих опровержениях издевательство. Во-первых, мы должны понять, что издевательство может различаться в зависимости от людей. Существует такое издевательство, которое недопустимо в отношении любых людей. Подобно тому, когда издеваются над внешностью человека, в которой его сотворил Аллах. Нельзя издеваться над человеком из-за уродливости его глаза или лица, или из-за его хромоты. Потому что все это является результатом творения Аллаха, а издеваться над творением Аллаха не дозволено. А если же человек издевается над их порочными идеями, высказываниями или убеждениями, то это относится к прессингу, оказываемому на них, к их высмеиванию и к поношению их слов и дел. В этом случае, если от издевательства над ними есть польза, то есть, если после этого люди покинут этого нововведенца и поймут отвратительность его слов и то, что подобные слова не может сказать разумный человек, то это хорошо. А если от этого издевательства нет никакой пользы и выгоды, напротив, это может прибавить этому нововведенцу заблуждение, но если ты оставишь эти издевательства, возможно, он покается, в таком случае мы скажем, что ты не должен издеваться над ним. Итак, что касается высмеивания нововведенцев и заблудших, относящегося к поношению и порицанию их высказываний, и к тому, чтобы люди покидали их, относительно этого мы скажем, что в этом нет проблем. А если же издеваются над ним самим, над его внешностью или над его ростом, или над его полнотой или лицом, то это не дозволено, потому что это творение Аллаха Субханаху Тааля. И последний вопрос, который мы зададим шейху. Как сказал брат, значит, родители были этническими мусульманами, так называемыми, и долгое время не соблюдали. И затем отец по милости Всевышнего Аллаха начал соблюдать, начал молиться, но мать продолжает оставаться в том же состоянии, то есть она не молится, не покрывается, ничего не делает. То есть в этой ситуации что делать отцу, то есть они много лет прожили вместе, уже взрослые дети, как быть в этой ситуации. Прежде всего мы скажем этому мужу, что если его жена вообще не совершает молитву и не соблюдает религию Всевышнего Аллаха, то в этом случае он проявляет терпение по отношению к ней, но не должен вступать с ней в близость, пока она не молится. Однако он проявляет терпение в ее отношении, мягок с ней, призывает ее к совершению молитвы и к подчинению Аллаху Субханаху Тааля при помощи доброты и мягкости. Возможно, Аллах примет ее покаяние и наставит ее. Но в этом положении, пока она вообще не совершает молитву, ему запрещено вступать с ней в близость. Он может видеть ее и сидеть с ней, но не может вступать с ней в близость, потому что она находится в положении, когда она преднамеренно полностью оставила совершение молитвы. Относительно этого мы скажем, как сказал Пророк, человека от куфра и ширка отделяет молитва. Также Пророк сказал, «Завет, отличающий нас от них, это молитва. Тот, кто оставит ее, тот совершил куфр». Также Умар сказал, нету дела в исламе тому, кто оставил молитву. Поэтому, если она полностью оставила молитву, то она оставила ислам. Но вместе с этим мы говорим, чтобы он проявлял к ней терпение, был мягок к ней и призывал ее к исламу, чтобы она покаялась перед Аллахом Субханаху Тааля, вернулась к совершению молитвы и к соблюдению своей религии. На этом завершим наш эфир. Надеемся, что эфир был полезный. До новых встреч. Ас-саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Спасибо. 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 Спасибо.